МИХАИЛ МАКИЕНКО Михаил Макиенко. Как бабы Яги сказку спасали. Глава третья. Скоро сказка сказывается. Младшая баба Яга стояла на пороге избушки и улыбалась во все лицо. В душе она была романтиком. Любила уходить в лес и слушать, о чем щебечут птицы. Любила собирать цветы и лекарственные травы. Больше всего на свете она хотела, чтобы в их лесу снова произошла сказочная история. И поэтому целыми днями бродила в поисках чего-нибудь сказочного. Тоскуйте, коряги старые, повторила она. А как не тосковать-то? Совсем от безделия чумели, сказала старшая, с трудом поднимаясь. Некуда в ступе-то слетать, некого на кощея натравить. Никто избушку в лицу задом не повернет. Подхватила средняя сестра, прикладывая к шишке ржавое ведро. Так что же ты такое нашла, нетерпеливо спросила старшая. Погодите, дайте отдышаться. Младшая села на лавку и начала свой рассказ. Дело было так. Вышла я из избушки рано утром. Пошла подальше в лес, ну, чтобы храпа вашего не слышать. Трава росой переливается. У речки Ивушки плакучие перешептываются. Где-то вдалеке дятлы перестукиваются. Опять взяла свою поэзию. Ты покороче-то можешь? Сердеть спросила старшая. Могу. А на чем я остановилась? На дятлах, напомнила средняя сестра. На каких дятлах? Которые перестукиваются. С кем перестукиваются? Младшая явно потеряла нить рассказа. Не знаю я, с кем они перестукиваются, вспылила старшая. Ты про дело рассказывай. Про какое дело? Что ты нашла сказочное? Так вот я и говорю. Младшая поудобнее уселась на лавке. Дело было так. Иду это я по лесу. Тишина кругом. Только где-то вдалеке, вкратчиво, дятлы перестукиваются. Хватит про дятлов! Заорала старшая. Ты рассказывай про то, что нашла, а не про дятлов. Про каких дятлов? Искренне удивилась младшая. Старшая баба-яга с криком забегала по избе, позабыв про больную ногу. Которые перестукиваются! Знаешь что? Обиделась младшая. Если ты будешь тут бегать и орать, то я вообще ничего рассказывать не буду. Старшая попыталась успокоиться. Уселась на печку. Младшая подсела рядышком и невинно спросила. На чем я остановилась? Старшая сестра начала задыхаться от злости. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не средняя. Она подбежала к сестрам, уселась между ними и шепотом произнесла. Ты остановилась на дятлах. Так вот, невозмотиво продолжала младшая. Пошла я на их дивный перестук. Вдруг обо что-то споткнулась и упала. Я поднялась от росы утренней, оттыхнулась, посмотрела. А это? Это? Я такого никогда не видела. Это? Ну что это? Ну не томи! Зайерзали сестрицы. Это червяк! Старшая позеленела. Ты что, издеваешься? Да погоди ты! Дальше слушай! Червяк длинный такой, что ни головы, ни хвоста не видать, а худющий! Лежит и не шевелится, как неживой. Жалко мне его стало, дай, думаю, оживлю. Стала я колдовать, и вдруг у него в животе человеческие голоса заговорили. Так может, он сожрал кого? Вот они там и беседуют, сообразила средняя. Да что ты! Он такой худой, что кроме муравьев там никто и не поместится. А где он сейчас-то? Заинтересовалась старшая. У трех дубов? А ну-ка, девки, давайте слетаем. Послушаем. Баба-яги вытащили из сеней свои метлы, вскочили на них и полетели к трем дубам. Первая летела старшая, вид у нее был торжественный и зловещий. За ней младшая. Стренняя в попыхах села на метлу не с той стороны, и поэтому летела задом наперед. У трех дубов сестры приземлились. Червяк был действительно длиннющий. Одним концом он уходил под корни дубов, а в другой конец терялся в траве. Старшая баба-яга приложилась ухом к червяку и стала слушать. Червяк молчал. Надо поколдовать, сказала младшая. Старшая стала что-то бормотать и крутить руками. Вдруг из червяка стали доноситься приглушенные голоса. Сделай погромче, попросила средняя. Старшая плюнула на червяка и стала громче. Дятел, дятел, я ромашка, кричал чей-то голос. Ромашка, я дятел, слышу вас хорошо, послышалось в ответ. Подтвердите выход солдат на учение. Подтверждаю. Молодец. Подтвердите готовность личного состава. Подтверждаю. Молодец. Постоянно будьте на связи. Конец связи. Есть конец связи. После этого разговора что-то забулькало и все стихло. Наконец-то настоящие чудеса начались. Запрыгала над радости средняя. Ромашка разговаривает с дятлом внутри такого тощего червяка. Старшая уже все поняла. Она стояла, прислонившись к дубу и с грустью смотрела на сестер. Нет, сестренки, это не чудеса. Солдат по разным концам нашего леса сидят. И по этому червяку всякие нужные разговоры разговаривают. Это полевой телефон называется. А червяк не червяк. Он кабель. А почему полевой? Если он не в поле, а в лесу. Поинтересовалась средняя. Почему? Почему? А не почему? Вот почему. Это военная тайна называется. Эх, рушится жизнь сказочная. Нам тут только еще солдат не хватает. Солдаты. Мечтательно произнесла младшая. А раньше помните? Придет солдат Иван за советом. Хручевкой обзовет. Ружом пригрозит. А ты его напоишь, накормишь. Дорогу к Змеи Горынычу укажешь. Давно к нам в избушку солдатики не захаживали, вздохнула средняя. Я придумала, вдруг закричала старшая сестра. Сестренки, мы сейчас сами сказку делать будем. Им эти разговоры страсть как нужны. А мы начнем им мешать эти разговоры разговаривать. Они подумают, что в этом кабеле неисправность. Пошлют какого-нибудь солдата неисправность подчинять. А тут мы. И вот сказка-то и начнется. Баба Яги бросились к кабелю и стали усердно колдовать. Оттого, что они колдовали втроем, было очень хорошо слышно голоса. Над лесом грохотало. Дятел, дятел, я ромашка. Туалетная бумажка, крикнула старшая. В кабеле наступило молчание. Потом тихий разъяренный голос спросил. Это что за шуточки? Жареные уточки, ответила младшая и тихонько захихикала. Дятел, я ромашка, с угрозой произнес голос. Прекратите хулиганить. Пятку можете поранить, сказала средняя, потирая руки. Ромашка, тут какие-то помехи. Будет дятлу на орехи. Гаркнули хором бабы Яги. Дятел, я ромашка. Кто-то подслушивает нашу связь. Вполне возможно, что это иностранная разведка. Срочно вышлите кого-нибудь из солдат найти и обезвредить шпиона. Сейчас солдатика пошлет, обрадовалась средняя. Тих ты, прошептала старшая. Ромашка, все солдаты на учениях. Неужели никого не осталось в казармах? Достался тут один, но у него увольнительное. И к тому же к нему из города невеста приезжает. А где он сейчас? Готовится к увольнению. Как фамилия? Рядовой Макей Бедных. Отставить увольнительную. Послать Макея Бедных на устранение опасности. Товарищ Ромашка, но к нему ж невеста приезжает. Отставить невесту. Выполнять. Есть. Конец связи. Снова что-то булькнуло, чмокнуло и стихло. К нему еще и невеста приезжает, задумчиво сказала старшая и разорвала кабель. Ну что ж, пусть приходит кабель подчинять. Они сидели молча и улыбались, каждая своей мысли. Первой перестала мечтать старшая баба Яга. Че ж мы сидим-то? Да, надо же составить план, предупредить Кащея, собрать необходимое, шапку невидимку, сапоги, скороходы, ну и прочий инвентарь. Полетели. Бабы Яги вскочили на метла и понеслись к своей избушке на курьих ножках. И так кричала старшая. Перекрывай вой встречного ветра. Бабы Яги есть? Есть. Красная девица имеется? Имеется. Солдат со злом бороться идет? Идет. И над лесом прогремело. Ну наконец-то. В избушке они сразу сели за стол и начали разрабатывать план сказки. Все складывалось удачно. Невесту Макея Бедных решено было завести в Кащеев замок. А самого Макея послать на выручку, строя ему на пути всякие козни. Средняя Баба Яга полетела предупредить Кащея. Старшая и младшая остались продумывать детали. Солдата нужно было ждать у трех дубов. Но вот где искать его невесту? Решили покатать наливное яблочко по волшебной тарелочке, чтобы увидеть, где она. Но это оказалось бесполезным. Тарелочка не показывала ничего, кроме каких-то дурацких сериалов. Они даже наш сказочный эфир засорили, расстроилась младшая. Вдруг расстался стук в дверь. От неожиданности Бабы Яги аж сели на пол. В их дверь никто не стучал. Лет пятьсот. Кто это может быть? Дрожащим шепотом спросила старшая. Может быть, это дятлы перестукиваются? Тихо! Кто там? Извините, пожалуйста! Раздался из-за двери усталый девичий голос. Вы не подскажете, как пройти на погранзаставу? Я заблудилась. А ты кто? Спросила старшая. Меня зовут Маша. Я приехала к своему жениху. Он где-то здесь службу в армии проходит. Бабы Яги радостно переглянулись. Прячься! Прошептала старшая. Младшая залезла в большой кованый сундук и закрыла крышку. Ну, Маша, заходи! Крикнула старшая и оперлась на клюку. Крикнула старшая. Криканца. 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 Продолжение следует...